Тема нашей сегодняшней лекции «Экономическая безопасность. Сущность, основные понятия и перспективы развития». Многие из вас сталкиваются с понятием безопасность впервые, поэтому мне хотелось бы немножечко вам рассказать о том, что такое безопасность вообще. Итак, безопасность является важнейшей потребностью людей с момента зарождения человечества. Понятие безопасность употребляется применительно к очень многим процессам. Оно носит конкретно исторический характер и тесно связано со всеми формами жизнедеятельности, взаимодействующими в системе природы, человек и общества. Обратите внимание на слайд 2. Что же такое безопасность? Безопасность, прежде всего, это отсутствие опасности. Достигается наличием защищенности. Защищенность от кого или чего? Защищать необходимо то, что мотивирует деятельность, побуждает к развитию, направляет на достижение определенных целей. Чьи же интересы нуждаются в защите? Защищать следует интересы соответствующих объектов безопасности. Прежде всего, защите поднадлежат жизненно важные интересы этих объектов. От чего или кого следует защищать? От воздействия неблагоприятных факторов, которые называются угрозами. Угрозы бывают внешними и внутренними. Все вы, наверное, примерно предполагаете, что такое безопасность в личностном плане. Вы это испытывали в своей жизни. Поэтому это понятие вам немного знакомо. Безопасность жизнедеятельности людей в социальной сфере следует трактовать как национальную безопасность. Но национальная безопасность – это не только охарактеризованное состояние жизнедеятельности нации. Также это еще сложная и многоуровневая система, которая по сферам функционирования основных объектов делится на несколько видов. Какие это виды? Это, прежде всего, безопасность социально-политическая, военная безопасность, информационная безопасность, экологическая безопасность, техногенная и то, что мы рассматриваем с вами сегодня – экономическая безопасность. Экономическая безопасность является неразрывной составной частью национальной безопасности, как мы это с вами уже выяснили. На слайде, я думаю, хорошо видно. Вместе с тем она представляет собой одну из важнейших характеристик экономики. Обеспечение безопасного функционирования экономики – это необходимые условия для ее устойчивого развития. Что же такое экономическая безопасность? Как ее следует понимать? Впервые понятие «экономическая безопасность» появилось в лексиконе американских управленцев. Это и неудивительно, так как США являлась одной из первых стран, где обеспечение экономической безопасности было возведено на уровень важнейших государственных задач. Такая задача официально была поставлена перед американской администрацией в послании президента Франклина Рузвельта к нации еще в 1934 году, тогда, когда в США была Великая депрессия. Я думаю, что из курса истории вы, наверное, все знаете период Великой депрессии, что тогда происходило в мире непосредственно в Соединенных Штатах Америки. Именно в этом послании в первый раз было упомянуто понятие «National Economic Security», что означает «национальная экономическая безопасность». Причем примерно в том же понимании, в каком она трактуется в США и сейчас. А в 1994 году американской исследовательской корпорации РЕНД, считающейся одним из основных мозговых центров США и специализирующейся на научных обоснованных основных положениях внешней и внутренней политики американской администрации, было утверждено следующее определение экономической безопасности. Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. Значит, что же такое экономическая безопасность, да, впервые? Это способность защитить или укреплять экономические интересы США по отношению к событиям, процессам или действиям, которые могут угрожать этим интересам или препятствовать им. Эти угрозы или препятствия могут быть иностранного или внутреннего происхождения, умышленными или неумышленными, последствиями деятельности человека или природы. То есть, в принципе, это понятие экономической безопасности близко нам и в эти дни, да, сейчас. Что же касается других стран. В Японии в основу представления национальной экономической безопасности положен тот факт, что функционирование экономики этой страны полностью зависит от импорта, большей части топлива и промышленного сырья. Наверное, вы это знаете. Основным источником его оплаты являются доходы от экспорта продукции и японской обрабатывающей промышленности. Поэтому в качестве главного условия обеспечения экономической безопасности своей страны японцы рассматривают сохранение глобальной политической и экономической стабильности, всемирное поддержание системы свободной торговли и обеспечение дружественных отношений с теми странами, которые являются основными торговыми контрагентами Японии. Примерно с таких же позиций подходят к обеспечению своей экономической безопасности в большинстве европейских стран, в Южной Корее, на Тайване и в Израиле. Что же касается нашей с вами страны? В России представление об экономической безопасности неоднократно менялось под воздействием скорее политических, чем экономических факторов. И в зависимости от смены социально-политического строя, конечно же, как вы понимаете, и в связи с различными политическими надстройками в обществе. Хотя, как научная категория, экономическая безопасность вплоть до начала 90-х годов XX века в нашей стране не была известна и ни в каких официальных документах она не была обозначена, как явление она, разумеется, присутствовала и учитывалась в хозяйственной деятельности людей. На слайде вы можете увидеть объекты изучения экономической безопасности России. Какие? Экономическая система страны в целом, составляющие элементы, сельское хозяйство, энергетика, промышленность, людские, финансовые ресурсы и так далее, внешнеэкономическая деятельность и предпринимательство. В следствии этого постановка проблемы обеспечения экономической безопасности личности, общества и государства в современной России стала вполне оправданной, а само обеспечение экономической безопасности, безусловно, необходимо. Как же мы понимаем, что такое экономическая безопасность в наши дни? Существует два основных подхода. Первый подход. Экономическая безопасность – это цель экономического развития. На слайде вы можете еще раз прочитать, что это означает. Авторы данного подхода рассуждают об экономической безопасности по существу, как об аналоге экономики, как таковой. То есть они заявляют, например, что экономическая безопасность – это материальная основа всех остальных разновидностей национальной безопасности. Однако экономическая безопасность, как и любая другая безопасность, это только некое состояние какого-либо объекта, а не сам объект. И поэтому она не может быть материальной основы какого-либо другого состояния или же этого объекта. Второй подход говорит о том, что экономическая безопасность – это минимально необходимые условия экономического развития. в соответствии с этим подходом из двух основных функций, изначально присутствующих всему живому на Земле, развитию и обеспечению безопасности этого развития. Первая является основной, первостепенной, то есть развитие, а вторая – обеспечивающая и уже поэтому второстепенной. Итак, экономическая безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. Экономическая безопасность личности обеспечивается созданием условий для повышения качества и уровня жизни, то есть нас с вами, личности. Экономическая безопасность общества в целом обеспечивается чем? Гармоничным сочетанием экономических интересов всех его групп и слоев, а экономическая безопасность государства обеспечивается поддержанием экономического потенциала на уровне минимально необходимого. Для чего? Для обеспечения суверенитета и территориальной целостности государства. А также нормального функционирования системы государственного управления. Очевидно, что для обеспечения экономической безопасности требуется объединение и упорядочение усилий всех сил. Иначе говоря, необходима система обеспечения безопасности. Для чего нам нужна система обеспечения безопасности? Для того, чтобы защитить наши интересы от всевозможных угроз. На слайде вы можете непосредственно увидеть такую небольшую схему, где присутствуют интересы кого бы то ни было. Это могут быть интересы простых граждан, нас с вами, личностей. Это могут быть интересы общества, предприятий, организаций различных. Это могут быть интересы всего государства. И со всех сторон угрозы пытаются эти интересы сломать. Чтобы этого не произошло, нам необходима система экономической безопасности. И кто же ее обеспечит? Как вы думаете, кто обеспечивает систему экономической безопасности? Система экономической безопасности входит, прежде всего, в государственные органы. Во главе всех этих органов стоит президент. Президент Российской Федерации. Все правильно. При нем существует Совет безопасности Российской Федерации. И хотя формально Совет безопасности является консультативным органом, то решения все равно реализуются посредством соответствующих указов президента. Совет безопасности также готовит законодательные инициативы президента по вопросам национальной безопасности. На слайде вы можете посмотреть органы основные, которые обеспечивают СОЭП. Это система обеспечения экономической безопасности России. В состав аппарата Совета безопасности, наряду с другими управлениями, имеется управление экономической и промышленной безопасности. Это управление готовит к рассмотрению на заседаниях Совета безопасности все документы, так или иначе, касающиеся обеспечения экономической безопасности страны. Разрабатываются же эти документы в образованных по решению Совета безопасности межредомственных комиссиях. Каких, например? Комиссии, например, по защите прав личности, по борьбе с преступностью и коррупцией, по оборонной безопасности, по экономической безопасности и так далее. То есть вы об этом слышали, в основном, наверное, в новостях в большей степени, когда уже существуют какие-то проблемы, и нам необходимо защищать нашу безопасность. Именно в этих комиссиях рождаются рекомендации, проекты указов президента и многое другое. Что касается механизмов защиты экономики от преступности и коррупции, вопросов обеспечения внешней и внутриэкономической безопасности страны. Подготовленные уже в Совете безопасности законодательные инициативы президента поступают в Государственную Думу, а точнее в соответствующие комитеты. В Комитет по безопасности и законодательству, в Комитет по экономической политике и другие. Здесь они прорабатываются, и порой достаточно долго прорабатываются, и представляются для принятия Думы, а затем уже Советом Федерации. И далее уже в качестве законов, обязательных для исполнения, они поступают в правительство и другие субъекты Федерации. Правительство Российской Федерации обязано координировать работу федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, в целях реализации комплекса мер по ликвидации, нейтрализации, ослаблению угроз экономической безопасности страны. Эффективное противодействие оказывается в настоящее время угрозам, вызванных нарушениями и преступлениями в производственной и кредитно-финансовой сфере, бюджетной и налоговой сфере, сфере внутренней и внешней торговли, а также угрозам, как вы, наверное, слышали, связанным с коррупцией государственных чиновников и криминальными деяниями, например, рэкетом, отмыванием денег и так далее. В соответствии с этим основная нагрузка по обеспечению экономической безопасности приходится на налоговые, контрольно-финансовые, таможенные, правоохранительные органы. Среди них следует отметить, какие основные органы, которые борются с нашей преступностью в экономической сфере. Какие вы знаете органы? Но не стесняйтесь, какие? Ну, примерно. Что у нас? Какие органы могут бороться с экономическими преступлениями, ребят? Ну, говорите, полиция. Так, еще. Налоги мы платим, как у нас называется министерством? Министерство по... Налоговым и сборам. Так, дальше. Правильно, полиция. Какая еще бывает? Как раз налоговая, да? Министерство внутренних дел, ФСБ. Так, подсказывают правильно нам. Государственный таможенный комитет. Главное управление МВД по экономическим преступлениям и борьбе с коррупцией. Различные территориально-контрольно-ревизионные органы Министерства финансов Российской Федерации, да, и так далее. Ну, я думаю, что вы, конечно, слышали о них. Просто не сразу в голову они приходят. По характеру своей деятельности ко всем этим правительственным органам тесно примыкает счетная палата. Также в систему обеспечения экономической безопасности входят и негосударственные органы, представленные, во-первых, теми управленческими органами частных хозяйствующих субъектов, которые разрабатывают стратегию обеспечения экономической безопасности, а, во-вторых, охранными подразделениями, отвечающими в этих субъектах за реализацию этой стратегии. Теперь стоит задать себе вопрос, для чего же государству, в частности, нашему с вами российскому, необходима стратегия обеспечения безопасности экономической, да, для чего она нужна. Значит, в связи с этим существует концепция, да, разработка и стратегия обеспечения экономической безопасности. На слайд, слайд, конечно, текстовый, но, я думаю, можете прочитать, да, для того, чтобы понять, что концепция экономической безопасности должна содержать систему взглядов на обеспечение экономической безопасности страны, а стратегия представляет собой уже формирование генерального направления обеспечения экономической безопасности на длительный период времени, да, то есть, в рамках которого уже определяются цели, задачи и так далее, да, то есть, стратегия и концепция, разница между ними в том, что стратегия – это более глобальный, да, документ, как вы понимаете, можете посмотреть, секунд 10, да, чтобы прочитали. Итак, в связи с этим очевидно, да, что защита национальных экономических интересов является непременным условием реализации этих интересов, так же, когда они всесторонне обоснованы и четко взаимоувязаны, а так же, когда они целенаправлены и обеспечены необходимыми ресурсами, то это есть не что иное, как реализация национально ориентированной экономической политики. Разработка и последующая практическая реализация стратегии экономической безопасности страны представляется крайне важным моментом, так как особенно сейчас в условиях целой череды геоэкономических вызовов и геополитической напряженности нужно понимать, что обеспечение экономической безопасности – это вопрос национального суверенитета страны, и, соответственно, обеспечение прочных позиций на международной экономической и политической арене. В связи с этим совсем недавно, 7 декабря 2016 года, президент России Владимир Владимирович Путин, небезызвестный вам, я надеюсь, провел в Кремле заседание Совета безопасности, посвященное стратегии экономической безопасности России до 2030 года. То есть, как вы понимаете, стратегия только сейчас формируется, это будет глобальный документ, и по этой стратегии наша страна берет курс аж до 2030 года. Сколько же вам будет лет, да, вы успеете уже закончить институт, пойти на работу, и все еще стратегия экономической безопасности будет на гребне волны, да, как новое явление. Значит, где было сказано, да, в этой стратегии, что касается содержания экономической безопасности, то это понятие комплексное. В нее входит продовольственное, промышленное, технологическое, энергетическое, внешнеэкономическое и финансовая безопасность. По мнению президента, в настоящее время на первый план, безусловно, уходят вопросы обеспечения промышленной, технологической и финансовой безопасности. Стоит отметить, что сегодня до 2-3 экспортной выручки России приходится на экспорт углеводородов. Такое соотношение, безусловно, неприемлемо для одной из ведущих мировых держав, то есть для России. Вместе с тем, необходимо повышать уровень финансового суверенитета России. Что это значит? Национальная валюта наша, да, рубль, и в целом финансовая система мирового экономического развития не должна являться основой мировых сырьевых рынков, да. Нужен обязательно снижать уровень этой зависимости и повышать уровень финансового суверенитета России. Для обеспечения экономической безопасности на первое место должна выйти система смены экономического курса. Нам необходим принципиально новый курс развития, чтобы именно промышленность и социальный капитал были на первых позициях. А финансовый капитал уже обслуживал эти интересы промышленного и социального капитала. Такой подход должен быть основой разрабатываемой стратегии экономической безопасности до 2030 года. И при этом стратегия, конечно, не должна быть самоцелью, так как необходима практическая реализация ее пунктов. Сейчас у вас в голове очень много информации, что такое экономическая безопасность вообще, что такое экономическая стратегия. Поэтому я вашему вниманию предлагаю посмотреть видеоролик, что же такое экономическая безопасность. Деньги – эквивалент человеческих ценностей, оценка его труда, универсальный предмет обмена. Когда-то деньгами являлось то, что и было ценно тому или иному обществу – красивые ракушки, интересные камешки и многое другое. Основным критерием являлось то, чтобы этого было достаточно. И это действительно ценили люди. Так получилось, что самым популярным стал металл – золото, серебро или простой хороший металл. Единицей измерения стал его фактический вес. Большая монета – значит дорогая, маленькая – подешевле. Ситуацию изменил древний Китай, когда было решено делать деньги из самого плохого и распространенного металла, а цену им придавал написанный на них номинал. Так появились деньги, которые мы знаем – дешевые предметы с заранее обозначенной ценностью. И всех устраивает. Это удобно. Люди договорились. У государств появилась внутренняя экономика и финансовая система. Однако для внешних взаимоотношений государства решили использовать всем понятное золото. А благосостояние стран определялось в основном их ресурсами и научным прогрессом. Эта ситуация изменилась 300 лет назад, когда государства решили прийти к внутренней монополии над своими деньгами. Стали контролировать их количество, ценность, оборот и все операции. Золото уже учитывается как некое подтверждение ценности денег, но оно уже не единственный фактор. Это привело к мировой экономике. И если на обывательском уровне все проще – деньги, их количество – это свобода и власть, их нужно беречь и увеличивать, то как быть на тех уровнях, где деньги – это уже предмет отношений, а их количество не играет никакой роли? Правильно. Сопоставлять их ценность и менять ее. Вот что дала мировая экономика – возможность доминировать и подчинять другие страны почти не воюя, или прикрывая военными действиями ту или иную экономическую стратегию. Экономика стала основной системой существования цивилизованного мира – сильнейшим рычагом воздействия. В этой системе деньги как таковые на втором плане, а на первом всегда устойчивость и рост экономики той или иной страны. И любой военный или ресурсный потенциал бессилен, когда экономика страны разрушена, а ее деньги ничего не стоят. Не допустить этого призван особый рот государственной деятельности – экономическая безопасность. Экономика внутренняя и внешняя полностью связаны и окружены множеством угроз. Воздействовать на нее – это значит воздействовать на все сферы жизни в стране. Пошатнуть эту систему можно разными способами. Вопрос – как обезопасить? Вы помните, как у нас в стране просто кончились деньги? Потому что одни решили не платить налоги, другие эти деньги своровали и вывезли в чужую страну, а третьи просто отнесли в частные руки. А оставшиеся деньги вовсе обесценились. Хорошо нам жилось. Что мы тогда сделали? Стали зависимы. От импорта, от Международного валютного фонда, от доллара в конце концов. Во что это вылилось? В то, что чисто американский кризис 2008 года стал еще и нашим. Это прямое свидетельство слабой экономической безопасности. Неизвестно, во что бы все вылилось, если бы не пришли радикальные перемены и новые методы обеспечения этой безопасности. Борьба с коррупцией, декларации о доходах чиновников, конкретные наказания и наряду с этим подъем производства, развитие науки, снижение госдолга и обновление налоговой системы. Это конкретное проявление действий по экономической безопасности. Чужая стратегия не смогла превратить нашу экономику в сугубо сырьевую. Сейчас же мы переживаем эхо той войны. Нас изолируют от импорта, вспоминают старые долги, давят на центральный банк. Но это как раз и является шансом укрепить нашу экономическую безопасность и независимость. Чем самодостаточнее экономика, тем меньше на нее мировое влияние. Теперь наша экономическая безопасность в наших руках. Поддержка предпринимательства, АТЭС, БРИКС, новая экономическая стратегия поддержки отечественного производства, закрытие офшоров – это лишь заметная часть пути к экономическому росту и благосостоянию общества. Кто и как обеспечивает безопасность этого пути? Как каждый человек влияет на экономическую безопасность? И как нам справиться с новыми угрозами и победить? Узнаем вместе. Безопасность. Живи уверенно. Ну что, ребята, я думаю, что наш видеоролик дал вам больше представления, что такое экономическая безопасность. Видеовизуализация усваивается лучше, особенно среди молодых масс. Так, я надеюсь, вы поняли в целом, что в принципе такое экономическая безопасность. Теперь мне хотелось бы вам немножечко рассказать о том, что существует ряд ее разновидностей. Как вы видите на слайде, экономическая безопасность делится на составляющие. Ее можно классифицировать на энергетическую безопасность, финансовую безопасность, продовольственную безопасность, военно-экономическую безопасность, безопасность предпринимательской деятельности, безопасность управления государственной собственностью, финансовую безопасность. Итак, пожалуй, одной из наиболее важных из упомянутых разновидностей является энергетическая безопасность. Что это такое? Энергетическая безопасность — это есть состояние защищенности жизненно важных интересов в энергетической сфере от внутренних и внешних угроз. Энергетическая безопасность затрагивает широкий круг взаимосвязанных вопросов, касающихся, прежде всего, ресурсной базы энергетики, то есть на топливное, энергоснабжение потребителей оказывается влияние, да, существуют различные угрозы экономического, социально-политического, техногенного и природного происхождения. Энергетическая безопасность является одним из ведущих факторов национальной энергетической политики и играет очень важную роль при принятии решений по функционированию и развитию топливно-энергетического комплекса нашей с вами державы. Особенно важны в этой связи соответствующие жизненно важные энергетические интересы, удовлетворение которых способно надежно обеспечить само существование и возможность прогрессировать развитие личности общества и государства. Итак, на слайде 16 вы можете увидеть, тут, правда, мелко очень написано, но я думаю, на экранах вам на своих хорошо будет видно, какие существуют внутренние национальные интересы в энергетической сфере, какие существуют угрозы этим интересам и какие угрозы воздействуют на какие интересы. Можно не углубляться, я, может быть, назову основные, для того, чтобы было понятно, какие, например, интересы существуют в нашей стране внутренней. Но это, прежде всего, гарантированность надежности энергообеспечения. Это диверсификация используемых видов в стране различных видов энергии. Это развитие внутреннего топливно-энергетического комплекса, рынка и формирование различных рационально-топливно-энергетических балансов нашей страны. Угроз множество, я углубляться в них не буду, просто для того, чтобы вы понимали, что энергетическая безопасность для нашей страны сейчас на первом месте, именно как часть экономической безопасности. Реализация национальных интересов в энергетической сфере сейчас является приоритетным направлением современной России. Существуют также внешние интересы, естественно, и угрозы. Можете ознакомиться с ними на слайде 17. А я пока вам расскажу основные моменты. Важнейшим условием для обеспечения энергетической безопасности и сбалансированного развития топливно-энергетического комплекса выступает единство целей и методов государственной энергетической политики, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Конечно, не вызывает сомнений тот факт, что обеспечение энергетической безопасности является функцией всех ветвей государственной власти, которые должны создавать механизмы реализации защиты национальных интересов в энергетической сфере. Приоритетные направления государственной энергетической политики мы можем с вами увидеть на слайде 18. Какие? Это прежде всего обеспечение физической доступности энергоресурсов, для того, чтобы мы с вами могли ими пользоваться. Обеспечение экономической доступности энергоносителей для потребителей. Что это значит? Это значит, чтобы на них были нормальные цены, нормальная стоимость. Чтобы мы могли ими пользоваться финансово. Сбалансированность источников энергии. Это понятно на территориальном уровне. Развитие собственной технологической и производственной базы энергетики. Собственной, а не иностранной. Энергосбережение. Энергосбережение – это базовая часть нашей государственной энергетической политики. Мы уже давно этим занимаемся. Но, к сожалению, в нашей стране по сей день пока не реализовалась эта часть. Итак, с энергетической безопасностью мы с вами более-менее разобрались. Теперь поговорим немного о продовольственной безопасности. Для всех это близкая тема. Все мы каждый день ходим в магазины, питаемся, покупаем продукты. Вот эта часть экономической безопасности для нас называется продовольственной безопасностью. Хочу обратить ваше внимание на то, что сфера обеспечения продовольственной безопасности, она, конечно, значительно шире, чем, собственно говоря, обеспечение питания населением. Хотя для нас с вами, когда мы слышим что-то о продовольственной безопасности, это, прежде всего, связано с питанием. Продовольственная безопасность соответствует удовлетворению многих других интересов и охватывает по существу весь агропромышленный комплекс нашей страны. Поэтому продовольственная безопасность есть не что иное, как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства в агропромышленной сфере от внутренних и внешних угроз. В качестве критериев обеспечения продовольственной безопасности следует назвать основные. Обеспечение калорийности питания и удовлетворение потребностей организма в белках, углеводах, витаминах, а вам, как вырастающему, растущему организму, это вообще очень важно, и прочих микроэлементах. Здесь на слайде вы можете подробно прочитать, сколько калорий в зависимости от веса человека необходимо в день. Я вот озвучу, что это от 1800 до 2000. Но при больших нагрузках требуется гораздо больше, от 2300 до 6000 калорий. Далее критерием обеспечения продовольственной безопасности тоже важным является отсутствие в пищевом рационе вредных для здоровья веществ, бесперебойность поступления продовольствия к потребителям, экономическая доступность, то есть доступность по цене продовольствия для различных категорий населения, в том числе и для малоимущих категорий, накопление стратегических и оперативных запасов. Итак, существует два возможных пути обеспечения продовольственной безопасности. Значит, пассивный и активный путь для страны. В чем суть? Пассивный путь состоит в том, чтобы минимизировать усилия государства по подъему своего агропромышленного комплекса, обеспечить себя продовольствием, главным образом за счет импорта, то есть за счет закупок. Конечно, по пассивному пути могут идти такие страны, как, например, Сингапур, потому что это государство-город. Может идти по этому пути Норвегии или Исландии, потому что природа не создала им условий для развития земледелия, у них нет своих полей и так далее. Япония может идти по пассивному пути, потому что там существует в природе, в ландшафте Японии, 75% горной местности, которая не дает возможности японцам заниматься животноводством. Но не Россия. Для России, конечно же, есть все необходимые условия для того, чтобы прокормить себя, поэтому для России уготовлен активный путь. В чем его суть? Он состоит в том, чтобы достичь полного продовольственного самообеспечения. У нас есть с вами и животноводство, и растеневодство и так далее. Но самое главное, чтобы Россия это реализовывала. Итак, мы с вами закончили такую продовольственную безопасность, этот раздел. И немаловажной составляющей экономической безопасности является финансовая безопасность. Вы тоже сталкиваетесь с ней каждый день, когда вы совершаете платежи, когда вы занимаетесь различными финансовыми операциями, когда вы покупаете продукты в магазине и так далее. Это все связано с финансовой безопасностью. Что такое финансовая безопасность? Это защищенность финансовых интересов на всех уровнях финансовых отношений, определенный уровень независимости, стабильности и стойкости финансовой системы страны в условиях влияния на нее внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, которые составляют угрозу финансовой безопасности. Способность финансовой системы государства обеспечить эффективное функционирование национально-экономической системы и постоянное экономическое возрастание. Обратите внимание на слайд, да? Что входит в финансовую безопасность? Какая она бывает? Она бывает денежная, бюджетная. Молодец. Учитывая многоаспектность понятия финансовой безопасности, следует также ее разбить на структурные компоненты. Это прежде всего финансовая безопасность человека или отдельного гражданина, финансовая безопасность предприятия и финансовая безопасность государства. Финансовая безопасность человека, то, что нам с вами более всего близко, это такое состояние жизнедеятельности гражданина, при котором обеспечивается правовая и экономическая защита его интересов, придерживаются конституционные права, обеспечивается достойный и качественный уровень жизни, независимо от влияния внутренних и внешних угроз. При этом функцией государства является обеспечение определенных социальных стандартов и социальных гарантий, в частности, минимального размера заработной платы и пенсии на таком уровне, чтобы трудоспособному человеку достаточно было этих средств на создание и содержание семьи, а пенсионеру на достойную старость. Существенными угрозами финансовой безопасности граждан и государства в целом является нарушение прав потребителей, невыплата пенсии и заработной платы, безработица, обесценивание сбережений, падение реальных доходов населения и обнищание, усиление и дифференциация доходов и имущественного расслояния общества и т.п. Финансовая безопасность каждого человека во многом зависит от общего состояния экономики и финансовой политики, которая проводится государством. Финансовая безопасность предприятия связана прежде всего с обеспечением и сохранением коммерческой тайны, интеллектуальной собственностью информации, защищенность предприятия от отрицательного влияния внешней среды, то есть способность предприятия противостоять неблагоприятному внешнему влиянию, а также способность быстро реагировать на разообразные внешние угрозы. С позиции ресурсно-функционального подхода финансовую безопасность предприятия рассматривают как процесс наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для избежания угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в текущем и будущем периоде. Финансовая безопасность предприятия зависит от эффективности использования капитала, качества корпоративного управления и финансового менеджмента, обновления технологий и информационной базы. Важнейшими условиями и элементами в обеспечении нормального функционирования предприятия является оценка и управление экономическими рисками и адаптация к изменениям рыночной конъюнктуры. Состояние финансовой безопасности государства в целом определяется финансовой безопасностью отдельных регионов, их тесной взаимосвязью, обеспечением устойчивого развития всех этих регионов. Ребята, я думаю, что вы поняли, что такое экономическая безопасность, но сегодня, помимо теории для вас, существует еще практическая составляющая. Наверное, вы сейчас все задумали, с кем вы хотите стать. Так вот, в наши дни существует, хотя молодая, но очень перспективная профессия, специалист в области экономической безопасности. Кто это такой? Специалист в сфере экономической безопасности выполняет важные функции. В обязанности таких работников входит производство судебных экономических экспертиз, экономическая экспертиза нормативных актов, разработка рекомендаций в сфере обеспечения экономической безопасности коммерческих предприятий, оценка всевозможных финансовых потерь и так далее. Обязанности специалистов по экономической безопасности можно перечислять бесконечно долго. Здесь все зависит от сферы деятельности, в которой вы будете работать. Они различны. В настоящее время профессия специалиста по экономической безопасности довольно высоко востребована. Причем, работая на этой должности, вы можете получать неплохие деньги. Это, конечно, при условии, что вы станете хорошим специалистом. И обеспечение экономической безопасности, как вы понимаете, сложная сфера деятельности. Чтобы стать вам одним из лучших, нужно будет приложить немало усилий. Важны еще определенные качества. Какие? Аналитический склад ума, настойчивость, трудолюбие. Осваивать придется большое количество дисциплин. Специалисты по экономической безопасности могут работать в различных сферах. К наиболее широко распространенным можно отнести следующие. Проектно-экономическая, расчетно-экономическая деятельность, правоохранительная деятельность, контрольно-ревизионная деятельность, информационно-аналитическая деятельность, экспертно-консультационная, ну и организационно-управленческую деятельность. Как видите, можно выбрать немало направлений. В будущем будет несложно найти работу. Главное – получить качественное образование и досконально изучить предмет. Что же нужно для поступления? Для поступления нужно успешно сдать экзамены ЕГЭ, математику, русский язык и общество знания. Получив образование в сфере экономической безопасности, вы без особых проблем сможете устроиться на работу. В обязанности специалистов по экономической безопасности входит проведение оценки эффективности бюджетных расходов, проведение налоговых проверок, составление бюджетных смет, формирование и анализ налоговой отчетности, обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики, также планирование и проведение финансового контроля. Кому подходит данная профессия? Как вы думаете, кому она подходит? Людям? Каким? Кому подходит данная профессия? Ну, наверное, прежде всего, какими-то качествами должны обладать люди, которые хотят работать. Людям, которые могут нести ответственность? Да, это обязательно, правильно. Потом, наверное, какой склад ума должен? Аналитический. Аналитический, молодцы. Значит, вы должны уметь мыслить как? Одно за другим, как называется? Последовательно, да, наверное? Последовательно. Отличаться повышенной внимательностью, да? Тут ничего нельзя упустить, как вы понимаете. Все-таки это такая специфическая сфера деятельности. Нужно обладать хорошей памятью. Правильно, молодец, хорошей памятью. Ну и, конечно, вам должно нравиться, что... Должны нравиться различные научные исследования, да? То есть вы должны любить это. Также хорошо излагать свои мысли. Ну, если это так, то экономическая безопасность для вас. Однако, вы должны понимать, что для получения успешного результата необходимо будет приложить максимальное усилие. Итак, какова востребованность, да, этой профессии? Безусловно, специалисты по экономической безопасности сейчас востребованы на данном этапе. Экономика – это основа любого предприятия. И пока будет существовать бизнес, то вы будете востребованным специалистом. Так что, если хотите связать свою жизнь с данной профессией, у вас есть все для этого данные, то можете смело получать высшее образование. Без работы вы не останетесь. Возникает, конечно, вопрос. У вас обычно в головах, да? Сколько же получают люди, работающие в данной профессии? Ну, это спорный вопрос. Заработный плат специалиста в области экономической безопасности зависит от многих факторов. В первую очередь, от направления деятельности, уровня организации, да, в которой вы работаете. Также работодатели учитывают опыт работы. Вам, конечно, повезет, если вы устроитесь на работу в крупную коммерческую организацию или, например, банк, или же, например, в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, Министерство внутренних дел, Министерство экономического развития, да, там неплохие зарплаты, Федеральной антипонопольной службе, Федеральной налоговой службе. Со временем в этом случае высокие зарплаты вам гарантированы. Ну, вы понимаете, да, что сначала придется работать на более низких должностях и так далее. Для того, чтобы, значит, я так думаю, что немногие, да, знают эту профессию экономической безопасности, это молодая профессия, я предлагаю вам немножко ознакомиться с этим. Кто такие специалисты по экономической безопасности? Слышали вы что-нибудь о них? Борьба против воров, против коррупции. Без понятия. Ну, может быть, защита от скачков валюты, например. Ну, наверное, человек, который изучает экономику с точки зрения безопасности. Почему ты получаешь специальность экономической безопасности? Расскажи, почему ты выбрал именно эту специальность? Потому что эта специальность очень интересная. Сегодня специалистов по экономической безопасности нет, а потребность у них очень велика. Давай поподробнее. Чему вас здесь обучают? Сегодня нас в Академии учат находить, локализовывать и устранять угрозы экономики. Так, ну, я думаю, всем понятно, да? Значит, в Российском университете дружбы народов в прошлом году открылась новая программа в рамках бакалавриата экономики международной экономической безопасности. Срог обучения по этой программе 4 года, форма дневная. Данная программа — это новое востребованное направление. Программа рассчитана на различные уровни подготовки специалистов по обеспечению экономической безопасности от уровня хозяйствующих субъектов до регионального, федерального и международного уровней. В рамках программы международной экономической безопасности осуществляется подготовка бакалавров в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических наук, получения высшего образования, позволяющего выпускнику успешно работать в сфере экономической безопасности на внутреннем, также внешнем рынке труда, обладать общекультурными, профессиональными и предметно-специализированными компетенциями. Итак, студенты проходят практику в следующих организациях. В государственных и коммерческих организациях, формирующих службы экономической безопасности, как мы с вами сейчас говорили, банках и так далее. В Главном управлении экономической безопасности противодействия коррупции, МВД, Министерства обороны, Минэкономразвития, Федеральной антипонопольной службы, Федеральной налоговой службы, Службах внутреннего контроля банков, других кредитных организаций, Страховых компаниях, Лизинговых, Профессиональных участников рынка ценных бумаг и других организаций, Выполняющих операции с денежными средствами и иным имуществом, Аудиторских фирмах. Основные дисциплины, которые вы можете изучить в ходе обучения в Российском университете Дружбы народов по программе Международная экономическая безопасность. Это прежде всего Базово-экономическая безопасность, Комплексная безопасность предприятия или бизнеса, Глобальная и региональная безопасность, Правовое обеспечение экономической безопасности, Финансовая безопасность, Энергетическая безопасность, Продовольственная, Внешнеэкономическая безопасность, Мировая экономика, Международные экономические отношения, мировые товарные рынки, правовые предметы, там будет бюджетное право, финансовое право, международное частное право, международные экономические организации. То есть это специализированные дисциплины, которые необходимо освоить в ходе обучения данной нашей программы. Какие же перед вами открываются перспективы? Если вы чувствуете, что экономическая безопасность это ваша, то смело поступайте в наше учебное заведение и получайте образование. Однако при условии вы сможете хорошо устроиться на работу, если будете хорошо учиться. Даша профессия будет востребована всегда. Постарайтесь стать лучшим из лучших. А я в свою очередь приглашаю вас на День открытых дверей, который состоится 8 апреля. Вход в университет свободный, на экономическом факультете, и мы сможем ответить подробно на все интересующие вас вопросы. Подробная информация о программе международной экономической безопасности есть на сайте emep.ru. Вы можете записать себе и зайти из дома посмотреть. А я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok